В игре Дорожной Сети нужно запомнить одно единственное правило. Автодороги соединяются с автодорогами, а рельсы с рельсами. Мы играем в базовую версию игры, поэтому берем 4 белых кубика, а реки и озера оставляем в темно-синей версии коробки. Мы с собой забрали фломастер уже. И теперь осталось только бросить 4 кубика и посмотреть на результат. Именно эти 4 кубика сейчас будут перерисованы на эту территорию. В идеале нужно соединить все эти 12 выходов и получить 45 очков за это. Но пока что давайте очень много железных дорог. Посмотрите, сколько выпало. И для начала давайте начнем размещать. Давайте этот разместим здесь. То есть это мы рисуем автодорогу, которая пересекается с железной дорогой. Такая эстакада. Нарисовали. Так. Давайте нарисуем, наверное, вот так. Вот так железную дорогу. В конце игры, кстати говоря, самая длинная железная дорога и самая протяженная автодорога тоже заработает нам очки. А этот мы разместим вот так. И уже сейчас, кстати говоря, посмотрите, мы соединили 2 выхода. А это значит, что мы уже заработали 4 победных очка. Еще одна железная дорога. Давайте где мы ее разместим. Давайте вот здесь. Да. После того, как мы нарисовали все эти 4, мы пишем здесь первый раунд. Всего в игре будет 7 таких бросков кубика. Всего 7 раундов. И давайте посмотрим этот результат. Да, уже появились дороги. И, кстати, знаете, как можно сделать? Вот здесь есть такая подсказка. Вот здесь. Можно обозначить вот на этом самом месте, какие результаты выпали. Вот смотрите, выпала вот такая одна дорога. Да? Одна. Потом вот такая, вот такая дорога. Также эстакада. И вот такой перекресток железной дороги. То есть можно по вот этой подсказке размещать уже здесь на планшете эти результаты. Ну, кому как удобнее. Нам удобнее сейчас разместить это таким образом, чтобы... Так. Нам вот здесь нужно, знаете, вот такую закругленную историю. Да, чтобы она... Чтобы не упиралась в край. Ну, зачем? Хотя как бы... Давайте попробуем сделать так. Вот так. Вот так. Это у нас уже второй раунд. Потом разместим вот эту дорогу сюда. Это автодорога. Тоже второй раунд. Повернем. Повернем. Повернем вот сюда. И осталось эстакаду. Ну, эстакаду мы разместим вот так. Для чего? Опа. Конечно же, понятно для чего. Чтобы соединить вот здесь железную дорогу. За каждую центральную клетку можно получить по одному победному очку. Таким образом, всего девять. Уже одно победное очко мы получили вот за этот, так сказать, бонус. Мы не используем дополнение, поэтому здесь мы можем сразу поставить прочерк. Так, это был второй. Второй раунд. Ну и все. Сейчас дело пойдет. Сейчас мы такую сеть. И посмотрим, какие результаты. Отлично уже выпал такой необычный результат. Да? Вот видите, станция. То есть мы можем соединять станцию каким образом? Вот так можем, да? То есть только автодорога вышла и тут же превратилась в железную дорогу. Но имеет ли это смысл? Давайте посмотрим. Так. Давайте вот отсюда выйдет. Или вот... Наверное, вот так. Вот так выйдет автодорога. Это уже третий. Так, вот здесь станция, да? Станция. Вот сюда присоединить не хочется присоединять, поскольку вот здесь тогда... О, это будет... Это будет минус. Минус один. То есть дорога оборвется. Поэтому давайте вот. Вот, кстати говоря. Вот такое... Вот соединение нам подходит. И... Это получается у нас... Это третий, да? Третий. Так, я какой-то кубик сейчас перевернул. Сейчас пересмотрю какой. Да, вот этот кубик я перевернул. Вот с этого положения. Я его нарисовал. Отставляем в сторону. Осталось только два кубика перенести. И это будет... Мы можем вот так даже перенести, да? Чтобы заполнять центральные клетки. Значит, здесь у нас железная дорога упирается в станцию и переходит в автодорогу. Третий. И осталось вот, смотрите, железная дорога. Так, куда мы железную дорогу? Ну, давайте вот отсюда выйдет у нас железная дорога. И тоже написали, что это третий раунд. Ну что же, сейчас четвертый раунд. И... Смотрим результаты. Да. Пока что он без вот таких вот интересных станций. Но, тем не менее, мы помним, что в течение игры мы можем каждый раунд использовать по одному вот такому бонусному значению кубика. Их нет на реальных кубиках. Они есть только вот так. Но причем не больше одного за один раунд. Таким образом, уже сейчас можем потихонечку использовать... Это уже четвертый раунд. Да, пришло время использовать какие-то бонусы. И вот, наверное, пришло время. Смотрите, железная дорога и дорога. Так, железная дорога и дорога. Да, вот мы возьмем вот эту грань. Вычеркнем. И нарисуем... Смотрите, вот здесь железная дорога. И она переходит... В дорогу. Это у нас уже четвертый раунд. И один бонусный мы вычеркнули. Ну, а теперь осталось разместить. Хотя за это мы ничего не платим. Мы просто можем это использовать. Теперь смотрите. Так, вот здесь железная дорога. Вот у нас, смотрите, какие значения есть железной дороги. И просто дороги. Давайте думать... Да, вот так разместим сюда. Повернем. Напишем, что это четвертый раунд. Отставим в сторону. Так, ну а здесь... Вот. Вот хороший результат. Знаете почему? Потому что вот дорога, и это дорога. Таким образом, вот она, эстакада. Не пересекаются они на одном уровне с железной дорогой. Так, теперь вот эти два кубика. Что же будем делать? У нас есть... Вот еще железная дорога может выйти отсюда. И здесь у нас автодорога. Ну что, давайте, пускай выходит... Не хочу вот так размещать, потому что вот этот, получается, будет минус один. Поэтому давайте размещать вот таким образом. Значит, здесь вот так. Четыре. И здесь прямо. Четыре. Ну что, это уже четвертый раунд. Это просто реактивная игра. Так, помним о том, что у нас есть возможность зачеркнуть еще. Сейчас один бонусный такой вариант. Но для начала давайте посмотрим, что у нас уже есть. Так, у нас есть автодорога. Автодорога, давайте разместим ее вот таким образом. Так, это автодорога. Это уже пятый раунд. Отставляем в сторону. И остались вот железные дороги со станцией. Ну вот. Так, значит, здесь, смотрите, здесь нужна такая... Такой поворот нужен, потому что автодорога, чтобы не упиралась в железную дорогу, поворот. Будем помнить, что нам нужен. Так, и... Ну давайте, давайте вот так разместим. Да. Значит, первый вот этот кубик мы вот так сюда. Это пятый. Потом поворот сделаем. Нет, мы сделаем вот так. Смотрите, как будет элегантно. Пятый. Это мы разместили вот этот кубик. И вот этот. А здесь, смотрите, вот он. Прямо пришелся, кстати, станция и железная дорога. Так, будем ли мы использовать бонусный? Конечно же, будем. Нам чем больше, тем лучше. И здесь у нас, смотрите, здесь автодорога. Здесь автодорога. Так, здесь есть перекресток. А есть вот такой перекресток с железными дорогами. Будем, наверное, использовать его вот здесь. Вот здесь. Давайте. Используем вот этот. И возьмем, нарисуем вот такой перекресток из автодорог. Это пятый раунд. Шестой. Предпоследний раунд. И... Отлично! Смотрите, сколько дорог. Это нам подходит. Вот у нас автодороги. Вот автодороги. Поэтому давайте первый. Можно, кстати, зеркально отображать вот это изображение. Таким образом, можно сюда повернуть его. Но начнем с вот этого перекрестка. Давайте его изобразим. Вот этот перекресток. Шестой раунд. Отставили в сторону. Здесь... Ну, а почему нет? Давайте использовать вот такой поворот. Вот такой. Видите? Поворот автодороги и железная дорога. То есть вот здесь будет автодорога. Здесь станция. И выходит железная дорога. Это у нас уже шестой раунд. И мы вычеркнули... Все. Больше бонусных кубов мы использовать не можем. Дэнамо не надо. Так. Это мы использовали пока что только вот этот кубик. И нарисовали здесь шесть. Мы нарисовали здесь шесть бонусных. И не использовали еще вот эту станцию. Сейчас мы это сделаем. Вот. Мы ее будем... Так. Отражать. Отражать вот таким образом. Значит, смотрите. Мы нарисуем здесь автодорогу, которая упирается в станцию и переходит в железную дорогу. Так. У нас есть две автомагистрали. И нарисуем мы их. Ну, вот, конечно же, да. Не забудем вот здесь одну нарисовать. Шесть. И еще одну. Куда бы ее нарисовать? Но здесь нет. Здесь она должна где-то с железной дорогой пересекаться. И вот здесь давайте. Вот. Теперь давайте вспомним о том, что нам нужно соединить как можно больше выходов. Да? В этой игре. Поэтому уже сейчас надо, конечно, следующий бросок. Он же финальный бросок. Седьмой. Полностью. Обратите внимание на выходы. Так. Выходы, выходы, выходы. Так. Этот соединен. Этот соединен. Вот здесь нужно соединить. А для этого нужно использовать... Да, совершенно верно. Смотри. Мы используем вот этот кубик сюда. Вот так. Пишем семь. И отправляем в сторону. Потом мы берем вот этот кубик. Вот так соединяем. Тоже семь пишем. Отставляем. Осталась железная дорога и железная дорога со станции и автодорога. И здесь нам пригодится вот этот кубик. Для того, чтобы... Смотри. Здесь автодорога, станция и железная дорога. Седьмой раунд. И вот еще один кубик. Не удалось нам разместить вот здесь. Но будем размещать его вот здесь. Видишь? Не чуть-чуть нам не хватило времени. Но это, естественно, не хватило. Потому что всего семь раундов, чтобы соединить его с этим выходом. Все. Игра закончена. И теперь больше нам кубы не понадобится. И мы начинаем считать свои победные очки в настольной игре «Дорожные сети». Мне очень нравится записывать свои первые партии. Для того, чтобы потом, знаете, может быть, через пару лет пересмотреть и сказать... О! Смотри, смотри. Первый раз человек играет в игру и набирает всего-то два очка. Посмотрим, сколько я набрал в своей первой партии прямо сейчас. Для начала давайте посчитаем количество выходов, которые мы соединили. Вот давайте здесь поставим букву «А». И поехали. 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 Здесь обрывается. Здесь обрывается. И вот еще «А». Соединили. Все. Это получается всего два выхода. Мы обводим четыре. Пока что четыре очка. Давайте смотреть дальше. Вот этот выход будет у нас «Б». «Б». Здесь он идет вот сюда. Вот «Б». Теперь здесь станция позволяет соединить и это. Теперь здесь идет сюда-сюда. Вот еще. Вот здесь «Б». Так, здесь у нас через станцию здесь обрывается. Ну, а здесь они не пересекаются. Помните, да, что это эстакада. Поэтому раз, два, три, четыре, пять. Пять – это шестнадцать. И шестнадцать плюс четыре пишем двадцать. Двадцать победных очков за выходы у нас есть. Теперь самую длинную дорогу. Ну, здесь какая длинная? Раз, два, три, четыре, пять. Все. Вот она длинная. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет, мы в другую сторону пойдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Здесь мы пишем одиннадцать. И железные дороги Но даже визуально здесь какие-то кратыши все Вот длинная железная дорога Но на всякий случай Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, пять А вот здесь Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь Отлично, семь Теперь центральные клетки У нас всего здесь можно заработать 9 очков Одна клетка не заполнена Таким образом здесь у нас 8 8 победных И считаем эти пенальти Вот смотрите, видите, в край упирается железная дорога Я специально уточнил Видите, здесь на рисунке написано Что каждый конец пути, который не соединен с другим путем Или внешние границы игрового поля считаются ошибкой Если с внешним игровым полем ничего не происходит Это не ошибка Но давайте смотреть вот Вот это ошибка Раз Два ошибка Три Четыре здесь ошибка Здесь пять Сколько же мы минусов сейчас нахватаем? Пять Шесть Семь Восемь Так Девять И десять Десять ошибок Мы хватанули И таким образом нужно отнять будет от этого результата минус десять Мы не использовали Мы не использовали вот эти дополнения Реки и озера Поэтому зачеркнем это И давайте все это вместе посчитаем Режим макросъемки Режим макросъемки Двадцать плюс одиннадцать Тридцать Один плюс семь Тридцать восемь Плюс восемь Сорок шесть И минус десять Неприятно Но Тридцать Шесть Вместо Сорока шести Если бы не было Пенальти Вот Наш результат Тридцать шесть Ну а теперь что делать с этим полем? Ну не выкидывать же Есть специальное устройство Которое крепится на этот же фломастер Кстати говоря на фломастерах на всех написано Railroad Inc И это как раз устройство позволяет Взять и одним движением Стереть все Это с поля Причем не только с этой стороны Но и Все победные очки Да и это тоже Все можно стереть И Давайте Отправим В специальный органайзер Эти четыре базовых куба В эту игру могут играть шесть человек Но Рисовать они будут не на одном планшете А посмотрите На шести И если Взять эти планшеты и выложить в ряд То получится один единый Рисунок Видите Автодорога Переходит в автодорогу А автодорога Переходит в железную дорогу С помощью вот такой вот Станции И где-то здесь Мы видим тоже станцию Которая переходит в автодорогу Ну и переходит В новую коробку Которая опять появилась у меня на столе Это ярко-красная версия Что здесь? Здесь у нас Лава и метеорит Ну что же В следующий раз Попробуем Но перед этим Конечно же Давайте Пройдем Темно-синюю версию У нас ведь здесь еще есть Реки и озера Реки и озера В следующий раз В комментариях к этому видео Напишите Какое количество очков В базовой версии Набирали вы То есть без дополнений Без всяких метеоритов Без всяких озер И рек Конечно же Эта игра Не позволяет Сохранить Результат Если только вы не используете Вот такую аппаратуру Которая может снять Вашу партию И Показать потом На ютюбе Но Тем не менее Вы наверняка помните Как вы набрали 85 очков Или 105 Или 308 В общем Напишите в комментариях Какое максимальное количество очков У вас Было на планшете Дорожных сетей Пока Сейчас будет коробка Очень близко Готовьтесь